Сегодня я хочу рассказать немного о подборе красок, так как много вопросов задают люди. Говорят, покупаем краску по номеру, краска не подходит. Чтобы подобрать краску в цвет, это очень объемный труд такой. В некоторых красках бывает до полутора тысяч оттенков. Так что, сами понимаете, подобрать это очень тяжело. Требуются специальные навыки. То есть, в данном случае, я снял такое помещение небольшое. То есть, фирма мне предоставила все эти краски, все ингредиенты, программу по подбору красок. И, то есть, чтобы я мог подобрать краску. Ну, конечно, нужно пройти обучение свое. Фирма как бы предоставляет это все бесплатно, все ингредиенты, все. Но потихоньку ты рассчитываешься по мере того, как продаешь краску. Ну, вот, как вы видите, здесь у нас есть высокоточные весы. Они идут до сотых доли. Ну, все грязно, конечно, извиняюсь. Компьютер. В данном случае у нас ноутбук. Ну, как бы его вполне хватает. Чтобы узнать ингредиенты для данной краски. Плюресцентная лампа, по которой видно хорошо, тон совпадает или нет. То есть, она дает оттенки. Ну, и пистолеты, все вот это пробники. Все мы, как бы, пробуем здесь. Здесь вентиляция стоит, чтобы не вдохнуться. Ну, и чтобы подобрать цвет краски, то иногда требуется до десяти компонентов. То есть, каждого там сотая грамма, там сотая грамма, там немножко. То есть, все это не так, что взял и разболтал. Так что, у многих ошибка такая происходит. Ну, конечно, кто профи, для этого выглядит смешным. Но, поверьте, некоторые люди не знают даже такое, что краску нужно подбирать. Вот так. Сначала подбирается тон краски. То есть, погода машины мы заводим в компьютер. Там есть номер краски. Мы это вводим в компьютер. Дальше программа ищет. И выдает нам, где искать. Чтобы мы не искали в полторы тысячи. Она нам дает примерные цвета. Там бывает до пяти, до семи цветов. И уже с этих цветов мы выбираем, какой наиболее нам подходит к машине. Есть такие краски, которые, когда ты сразу покрасил, она немного ярче становится. То есть, не пугайтесь. Потом они со временем набирают свою силу и становятся в тон. Бывает, конечно. Бывает, процентов 85 попадаешь в цвет. Ну и 15% как бы не попадаешь. Для этого и требуется красить переходом. Почему мы переходом от некоторой малиры и красим? Чтобы не было видно резкой границы, то есть смены цвета. Если цвет немножко не подошел, и мы распылим это все, это будет не так заметно. То есть, переход вот в этих случаях очень спасает. Сейчас я вам обзорно покажу. Вот, как видите, ингредиентов для красок очень много. И в один цвет, вот, допустим, для вашей машины, иногда требуется очень много ингредиентов. Вот, как вы видите, очень много. То есть, перед каждым подбором, ну, я где-то три раза в день пользуюсь краску, перемешиваю. Здесь специальная конструкция. То есть, когда банку вставим, здесь вот есть такие крутилки. Они втыкаются вот сюда. Вот, видите. Там у нас идет такой змеевик. И вот она крутится. Можете вручную помешать, но ни к чему. Там мешает, ну, по самому, все банки. Ну, вот, в принципе, все, что по покраске. Так что, если вы будете красить какую-то одну деталь вашего автомобиля, лучше обратитесь к специалисту. Есть такой подбор красок. Если не знаете, спросите у кого-то. Там вам все специалисты все подберет и по формулам. То есть, чтобы у вас было меньше проблем с несовпадением краски. Извиняюсь, немножко язык заплетается, немножко не собранный. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии. Многие мне пишут в личку вопросы, которые стесняются задать на канале непосредственно. В описании, в комментариях. Не стесняйтесь. Ничего тут такого, я думаю, нету зазорного. Все мы начинали. Все учились на своих ошибках. Просто к чему я. Если вы зададите вопрос в комментариях, другие люди тоже читают. Может быть, даже я же тоже как бы не панацея. Тоже могу всего не знать. Век живи, век учись. Другие люди увидят. Может, что-то подскажут вам тоже. Так что не стесняйтесь задавать свои вопросы. Подписывайтесь на канал. Вот здесь вы увидите ссылочку на папочку, где все видео уроки. До новых встреч. Спасибо всем за участие. Субтитры создавал DimaTorzok